Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, очень вдохновляющие слова вы сказали в завершении предыдущей передачи, что жизнь стоит того, чтобы за неё бороться. И зная Истину, зная правду, и хоть немножко понимая то, что происходит, вообще суть происходящего, стремясь к Любви Божьей, мы просто не можем упустить вот этот шанс, шанс спасти человечество, шанс спасти жизни людей. И уже очень многие люди видят этот шанс в созидательном обществе, в построении созидательного общества, общества, где, безусловно, ценность жизни будет доминирующей не просто на бумаге, а в реальности, и где все люди будут объединены для того, чтобы качество этой жизни из раза в раз становилось лучше, чтобы мы придумывали решение, как сделать жизнь каждого человека всё счастливее и счастливее. И очень многие мечтают о созидательном обществе, а многие люди даже видят определённые знаки, символы того, что созидательному обществу быть. И вот нам направили некоторые вопросы, которые хотелось бы сегодня озвучить. Например, не покидает сильное, глубокое, интуитивное чувство, что созидательное общество будет, что всё стабилизируется, что всё будет хорошо. Вот спрашивают, а откуда это чувство? Ну а другие люди видят, ну чуть ли не знаки Вселенной и вокруг себя указывающие, что созидательное общество обязательно будет и не когда-то там в далёком будущем, а, например, 1 января 2024 года. Вот вы же говорили в передаче «Представьте, мы 1 января войдём в переходный период». И вот некоторые настолько хотели бы в это верить, что прям 1 января 2024 года действительно мы войдём в этот период. И вот всё это, безусловно, очень вдохновляет, очень обнадёживает. Но вот хотелось бы ещё и услышать ваше мнение на этот счёт, чтобы вы как-то это прокомментировали. Моё мнение очень простое в данном ключе. Скажем так, главное, чтобы это чувство и эти знаки не обездвиживали людей. Почему? Наше сознание, оно очень хитро устроено. Если мы чувствуем, что что-то уже есть, то зачем за это бороться? Правильно? Да-да-да, важно, да. Ну а цель нашего сознания, мы прекрасно понимаем, что оно точно не в Созидательном обществе. Почему? Наше сознание, оно всегда борется за власть, за доминацию. Это то, что будет искореняться в Созидательном обществе, то есть то, чему не место в Созидательном обществе, чтобы было понятно. Ну как может быть в мире, где все равны, кто-то выше или ниже? Ну всё равно, понятно, интеллектуальный уровень. Тот, кто привносит в жизнь каждого человека больше хорошего. Понятно, эти люди будут выдающиеся, всё равно мы их будем знать, будем прославлять. Но сознание же рассказывает другое. Оно хочет власти, оно хочет доминирования над кем-то. Ну это обязательная установка нашего звериного начала, по-другому не скажешь. Значимостью. А как же? Ну мания величия, гордость. Мы же делаем всё, чтобы как-то выделиться из толпы, чтобы перестать быть серым, чтобы нас все узнавали. Кто-то волосы красит, кто-то татуировки наносит на всё тело, лишь бы вот отличиться. Кто-то, наоборот, пытается, скажем так, быть незаметным, но его поступки как раз говорят о другом, что он делает всё, что как-то возвысится над другими. Борьба заврил, никто не отменял. Это правда. В этом смысл. Так что… Огромное спасибо, Игорь Михайлович, потому что, естественно, вера окрыляет вопрос, куда это потенциал. Нет, вера — это хорошо, друзья. И потенциал внутренний хорошо. Всё замечательно. Это прекрасно, если люди чувствуют, что будет созидательное общество. Ну ничего плохого здесь нет. Главное его построить. Главное не опустить руки, ну раз оно есть уже, раз я увидел знак Вселенной, то зачем мне шевелиться? Ну вопрос в другом. Если мы не будем, скажем так, прикладывать максимум усилий и делать всё от нас зависящее для построения созидательного общества, то его не будет. Вот это правда жизнь. От каждого по возможности. Тогда и будет каждому по потребностям. Знаешь, вот как раньше коммунизм, когда строили, была такая установка, а потом пришли к власти и не смогли её отдать. Вот и ответ. Что нам мешает на пути достижения счастья, равенства и братства? Наше создание. Наши стремления скрыты, тайны, доминировать над другими. Видишь, как всё просто. Но сейчас не та ситуация. Сейчас есть один доминатор в мире, и это Цербер. И все прекрасно понимают, что мы по сравнению с ним, я имею в виду, люди, ну просто пустое место. Поэтому наш эгоизм, наши фантазии, они просто не работают перед реальностью этого существа. К сожалению, но это так. Да, многие ещё говорят, что если мы вместе соберёмся, начнём думать о хорошем, друзья мои, ну о чём бы вы ни думали, если мы это хорошее не строим, его не будет. Вот в чём смысл. Как вы когда-то сказали, это мир действий. Совершенно правильно. Да, да, естественно, мы находимся в материальном мире. Здесь всё абсолютно реально. Реальные землетрясения, которые уносят огромное количество жизней людей, наши жизни, реальные наводнения, и всё реально. Поэтому и противопоставлять этому нужны реальные действия. Даже и в построении созидательного общества нужны наши реальные действия. Да, плохо нас не слышат, очень многие не слышат и не хотят слышать. Но мы же понимаем, что это их страхи, их стремления, тех людей, которые не слышат за созидательное общество, вернее, не слышат, соглашаются, но ничего не делают. И многие даже относятся к созидательному обществу с критикой. Но не потому, что они не видят или не хотят, потому что им страшно. И мы должны понимать, что людям страшно. Они не хотят даже смотреть правде в глаза. Они не хотят видеть то, что происходит. У них есть планы на будущее. А реальность такова на сегодняшний день, что все планы, построенные нами на будущее, они разрушаются. И у многих они уже разрушены. Скоро разрушатся у всех, если мы действительно не поставим себе, как человечество, одну цель — выжить. и лучше всего, чтобы не просто выжить, а построить хороший мир, такой, который нам завещал Бог. А свою волю Он высказал в отношении того, чтобы мы построили хороший, прекрасный мир, мир равенства и братства через пророков, через посланников, которых Он нам посылал. Мы должны выполнить волю Бога, иначе будем наказаны за то, что Его ослушались. Вот такой ответ. Здесь людей обвинять тоже не стоит. Ведь если мы посмотрим опять-таки на то, о чём говорят учёные, ну вот одни говорят, что максимум, что произойдёт с климатом, это вода поднимется на три метра в океане. Да, пострадают прибрежные государства, те, которые находятся, ну скажем, в этой зоне. Другие учёные говорят, что через 10 тысяч лет вода поднимется на несколько метров. И вот смотрите, простой человек, который реально смотрит на мир открытыми глазами и видит, что происходит. А ему говорят учёные, авторитетные люди, через 10 тысяч лет это произойдёт. А другие его успокаивают, ну ладно, там не через 10 тысяч лет, раньше, ну это ближе к логике, к пониманию, ну всего лишь на несколько метров. Ну даже если ты живёшь в этой зоне, тебе достаточно подняться повыше, ну выше трёх метров над уровнем моря, и с твоим домом ничего не произойдёт. Ну так же ж. Мы ж должны верить учёным. А видим другое. А видим другое. Что уже происходят гораздо более экстраординарные события, пусть о чём они говорят. Это страшно. Почему? Потому что это вызывает диссонанс, внутреннюю неуверенность. А здесь мы ещё. Мало того, что мы со своим созидательным обществом приходим и говорим, если мы его не сделаем, то будут проблемы. Это нарушает уклад жизни человека, его надежды. Кого? Вот человеку слушать. Такого же, как он, волонтёра от созидательного общества, который говорит, что нам надо срочно строить созидательное общество. Иначе будут проблемы. Ты же видишь, что с климатом происходит? Человек смотрит, действительно с климатом беда. Но учёные же сказали. И вот смотри, наше руководство во всём мире спокойно, уравновешенно. Говорят, да, надо адаптироваться, ещё что-то. Да, будут проблемки лет 10, а потом всё наладится. И вот как понимать? Одни учёные говорят, что, не называя даты, максимум до 3 метра вода поднимется, другие говорят, что через 10 тысяч лет, а власть имущие говорят, ну ближайшие лет 10 будет проблема. И вот здесь уже становится опять, да, вот какое-то непонимание у людей. Так, оно будет, вот такая проблема, нарастать 10 тысяч лет, и вода постепенно подниматься. Но любой нормальный человек, глядя на то, что происходит сейчас, и понимает, что даже то, что было вот в этом 23-м году, если оно продлится 10 тысяч лет, то как-то не очень весело. Ну так же ж? Да, да, да. А другие говорят, ну 10 лет это будет, а потом оно пройдёт. Ну это элементарное непонимание, незнание, скажем так, того, что происходит в реальности. Да, надо рассказывать, надо объяснять даже тем, кто не хочет слышать, надо объяснять даже тем, кто не понимает, а что сделаешь, если мир такой. Мы ведь хотим выжить, понимая и зная, что мы можем что-то изменить, и мы действительно можем отстоять свою землю. Да, строить созидательное общество, а почему бы и нет? Ну в крайнем случае, хотя бы то, что предложил человекам. Есть два варианта — сохранение потребительского формата и построение созидательного общества. Что выберем? Нам надо что-то всё равно предпринимать и что-то делать. Если мы будем ждать, когда все проснутся, будет очень поздно. Все проснутся, когда будет уничтожено минимум 50% этого мира, и когда вся масса людей сместится на другую половину, вот тогда в тесноте мы начнём прозревать и понимать, что неизбежно, потому что даже та территория, которая более-менее ещё пригодна будет для жизни, она будет сокращаться очень быстро. Вот тогда, да, мы начнём что-то делать и говорить, ну раз такая проблема, надо что-то делать. Но если мы этого дождёмся, если мы только тогда собираемся что-то делать, то надо понимать, потом уже ничего не сделаешь. Будет слишком поздно, мы лишимся инструментария, мы лишимся и лаборатории, ну многого того, что нам необходимо для того, чтобы построить, как мы говорили в предыдущих передачах, этот щит, который защитит нашу Землю. И здесь опять-таки надо понимать, ну пожалуй, объясню косвенно, вот для понимания многих людей, то, где мы сейчас находимся, мы находимся сейчас в зоне рассеянного света. Вот процесс, вот этот, который происходит, скажем так, воздействие внешне, космическое на недра нашей планеты и на другие планеты, я бы его сравнил с лучом света. Он очень схожи воздействует. Ну давайте представим, вот вы ходите ночью, вы светите фонариком в небо, особенно если есть небольшая влажность, вы видите сгусток света посередине и более рассеянный свет по краям. И вот мы лишь соприкоснулись с рассеянным светом, мы ещё не подошли к основному лучу света, а у нас уже такие проблемы. А представьте, что будет дальше. И вот пока мы не вошли в пик вот этого воздействия, нам нужно что-то предпринять, иначе потом будет просто поздно. Из-за чего мы и говорим об этом много, и пытаемся объяснить все эти проблемы. Но да, не хотят слышать, но это же не повод сдаваться. Услышат. Смотрите, с каждым разом всё больше людей, ну я имею в виду с каждым разом проявление Цербера, всё больше людей начинает осознавать угрозы, начинает просыпаться от этого безумства, выходить из этого апокалиптического состояния, скажем так, по-другому не назовёшь это всё. И появляется у людей желание жить, а это хорошее желание, это хорошее стремление. Единственное, что нужно выбрать вариант. Все вместе. Ну для этого, конечно, люди должны понимать, что нужно и как нужно нам поступить. Вот здесь проблема, я согласен, не хотят слышать. Ну, значит, надо искать способы, методы донесения информации, объяснять лучше людям. От нас зависит, от тех, кто, извините, проснулся от этого зомбирования и понимает, что в действительности происходит. Да, некоторые говорят, опять-таки, вопросов возникает много и к нам. И вот некоторые говорят, а что будет, если мы построим щит? Ведь понятно, что раз идёт внешнее воздействие, оно направлено на все планеты, скажем, нашей Солнечной системе и на Солнце в том числе, и оно своего рода даёт такой импульс жизни, такую энергию заряда, настолько сильную, что мы уже наблюдаем, что даже мёртвые планеты начали оживать. Это огромный приток силы. И вот задают нам вопрос такой, а что будет? Мы вот построим щит. Ну, во-первых, хватит ли его надолго, этого щита? Ну, а второе, мы, как бы, получается, не дадим зарядиться нашей планете. И что с ней будет потом? Она послабнет. Я объясню проще. Мы стали входить нашей планетой вот в этот рассеянный свет данного луча. Помните, про фонарик мы с вами разговаривали? И у нас начался вот этот процесс, который начал происходить и с климатом с нашим, и с нашим ядром планеты. Оно начало смещаться. Возникла масса различных проблем, которые мы сразу не заметили. Но постепенно это всё нарастало. И мы видим, в конечном счёте, что это отразилось даже на микроуровне. А в первую очередь это говорит о том, что на уровне микрочастиц заряд уже более чем достаточен, раз микрочастицы, ядра их, они стабилизировались. Но это отразилось на всём остальном. А то, что мы наблюдаем с планетой, что происходит, это излишки энергии. И это действительно так. Представьте, энергия, которая поступает, она оживляет даже мёртвые планеты в нашей Солнечной системе. И это действительно так. Энтропия, которую мы наблюдаем в недрах нашей планеты, избыточное тепло, энергия, которая более чем достаточна, она уже лишняя. Почему? Потому что она уже начинает действовать разрушительно. То есть для того, чтобы наши планеты получили жизненный заряд, достаточно было того, что уже прошло. А дальше всё, что будет идти, оно разрушительное. Понятно, что мёртвые планеты, с ними ничего не случится. Ну немножко вот они оживут, потом пройдёт этот процесс, скажем так, они выйдут с него и успокоятся, потому что они мертвые. А вот с нашей планетой здесь уже немножко обстоит дело по-другому. Почему? Ну мы уже рассказывали, что проблема с океаном, мы его убили. Избыточное тепло не выводится, это всё будет действовать разрушительно. И понятно, это огромная угроза для всего живого на этой планете. Это понятно. Но здесь возникает определённый вопрос, а для чего нужна эта энергия? И здесь ответ лежит уже в плоскости фэнтези. Давайте помечтаем или пофантазируем правильнее. И вот представим, что мы, как цивилизация, если мы действительно построим созидательное общество, мы получим колоссальные возможности. В первую очередь это новая физика, а значит, реально новые и технические, и технологические возможности, в том числе и пролонгирование нашей жизни за видовой предел более чем 15 раз. То есть мы получим возможность жить полторы тысячи лет. Если мы найдём себе силы, у нас будет одна установка, скажем, как всей цивилизации, это развитие нашей цивилизации, то вполне реально, буквально в течение тысячи лет, ну полутора тысяч лет это точно, достичь развития как цивилизации до четвёртого уровня. Это представьте себе, что это такое, какие возможности перед нами откроются. Четвёртый уровень развития цивилизации, ну сейчас это фантастика, но это абсолютно реально. И вот здесь есть определённая закономерность. Для того, чтобы мы, к примеру, через полторы тысячи или через тысячу лет достигнули четвёртого уровня развития цивилизации, смогли войти на пятый уровень развития, нам понадобится цикл минимум 12 тысячелетий. Представляете, да? То есть вот следующая энергия, то есть или следующий цикл, он способен дать развитой цивилизации новый эволюционный скачок. Вот для этого оно и нужно. А излишки, ну это для нас сейчас излишки, для нас сейчас это губительно, а в будущем это огромные возможности. И вот следующий этап развития, чтобы нам войти на шестой уровень развития цивилизации, нам понадобится уже 24-тысячелетний цикл. Даже если мы смогли войти, к примеру, на пятый уровень развития во время 24-тысячелетнего цикла, то на шестой уровень развития мы сможем войти только через 24-тысячи лет. Ну это, чтобы понятно было. Это не фантазия, это то, что описывают древние летописи. Если их правильно читать и смотреть, скажем так, прямо, так, как они пишут. А мы же многое читаем и воспринимаем как фантастику. Ну, а по факту они описывали то, что видели, то, что знали. И этой информации более чем достаточно в сохранившихся, скажем, артефактах и различных преданиях народу. Вот откуда они могли это знать? Оказывается, знали. Поэтому построение счета, ну, во-первых, он долго не выдержит. Почему? Надо понимать. Я вот открою наше понимание немножко, скажем, то, к чему мы пришли на сегодняшний день. Ну, я его расскажу не с позиции физики, а более философски, что было понятно всем и в то же время было полезно. Построение этого счета, оно абсолютно реально. Мы в этом более чем убеждены. мы понимаем те принципы, на которых оно должно быть построено. И вот если говорить языком философии, то построение этого счета должно быть основано на принципе айкидо и квантовом эффекте Зенона. Упрощу для понимания. То есть то противодействие, которое мы должны выстроить, оно будет действовать ровно столько, сколько на нас будет воздействовать внешнее космическое вот это излучение. ни больше, ни меньше. Ну для тех, кто понимает, они понимают. А остальным оно, к сожалению, не нужно. Вот касательно остальных. Хочу поблагодарить многих людей, которые обратились к нам, высказали своё желание помочь учёным после выступления Чалакяна. Он побудил многих людей взглянуть на физику, понять всю остроту сегодняшнего дня. и многие обращались и ко мне в том числе с предложением или с просьбами даже взять их в команду учёных, которые будут бороться с климатом. Друзья мои, искреннее спасибо вам. Мы всё понимаем. Понимаем ваше стремление и желание спасти человечество. Но извините, скажу прямо, в мире на сегодняшний день существует не более 200 человек, способных вникнуть и понять то, что нам предстоит сделать. И вот наша задача объединить их для начала. А все остальные мы с вами, друзья, нужны будем им в помощь для того, чтобы мы обеспечили правильную их работу. То есть нужна будет вся наука и добровольцы, и все желающие. Но наукой конкретно, именно построением этого счета на сегодняшний день должны заниматься будут они. если мы сможем построить такой центр. Опять-таки, если их предоставят, потому что они живут в разных государствах, и большой вопрос, сможем ли мы объединить этот наш научный потенциал, смогут ли они получить возможность полноценно работать, вникнуть в то, что уже есть, и разработать то, что необходимо. Для этого как минимум нужно объединение. Объединение на уровне государственного, объединение на уровне людей. мы должны создать эти условия. Если мы их не создадим, ну как же они смогут объединиться, и что они смогут сделать? Простой вопрос. Вопрос хороший, конечно, но вот тогда пригодимся все мы. когда будут перед нами четко поставлены цели и задачи, мы будем понимать, что делать. А изучать физику с ноля для людей далеких от нее, которые не занимались всю жизнь этим и не вникали в суть жизни микрочастиц, скажем так, и их взаимоотношений, это хорошо, но это займет очень много времени. Это действительно так. А помощь надо будет им, и много помощи нужно будет им. Поэтому мы пригодимся, но чуть позже, если мы решим основной вопрос. Поэтому сейчас лучше наш потенциал и наше стремление направить на то, чтобы все-таки мы смогли достучаться до тех, кто не слышит, и каким-то образом объяснить им элементарные вещи, те, которые даже ребенок уже понимает. То, что происходит, оно будет происходить. И далеко не так, как рассказывают ученые, не через 10 тысяч лет, а у нас времени не так уж много. И в действительности, вот как на сегодняшний день тот же Чалоокеан говорит у нас, относительно спокойного времени 5-7 лет. Но кто из вас назовет этот год уже спокойным? Делайте выводы сами, насколько спокойные 5-7 лет у нас. Ну это относительно то время, когда у нас будет работать экономика, когда мы можем еще более-менее привычно жить. Не все и не везде. И мы это понимаем. Потому что нет никакого повода к снижению климатических изменений, так мягенько расскажем. Никакого. Энергия лишь нарастает, а раз она прибывает, а никуда не убывает, она будет преобразовываться в разрушение, то есть она будет бороться с жизнью. Вот это настоящий антибиотик, по-другому не назовешь. Антибиотик, направленный против нас. Лучший доктор от глупости этот сербер. Но здесь вопрос, неужели мы настолько глупы, неужели мы не видим очевидного, как человечество? Хороший вопрос. Ответ на него мы узнаем. И я думаю, достаточно быстро. Что такое семь лет? Это нечто, как одно мгновение. Но это подразумевается, пока мы находимся в рассеянном луче. Помните же, да, наш пример с фонариком. Если мы посветим в тёмное небо, то мы увидим, я ещё раз повторю, более густой луч и рассеянный свет. И чем ближе к центру, вот к этому яркому, сильному свету, тем более плотным становится и рассеянный свет. И вот мы сейчас постепенно приближаемся к нему. Значит, всё будет только нарастать. И все показатели, которые мы видим, и всё, что происходит, скажем, все графики, они нам убедительно доказывают то, что проблемы с климатом, которые у нас есть, это далеко ещё не проблемы, что все проблемы у нас впереди. Это неизбежно. И чем раньше мы сможем организоваться, понять проблему, объединиться и начать действовать против Цербера, тем больше у нас шансов на победу. Всё очень просто. Но шансы есть, и они хороши. Есть и понимание, и многое другое. Опять-таки хотелось бы вернуться к вопросу к эффекту летящей стрелы. Мы о нём рассказывали в одной из передач. это относится к одной конкретной территории, где было опробировано учёными определённое оборудование. Оно действительно показало замечательный эффект. И сейчас чем дальше от того момента, как оно было отключено, тем больше понимание, убеждение, насколько оно было эффективно. И вот многие говорят, а можно ли его задействовать как щит? Друзья, отвечу, нет, однозначно нет. Даже если мы масштабируем это всё на всю планету, он перестанет действовать. К сожалению, данный эффект может работать в определённой зоне, не более определённого процента всей планеты и лишь короткий промежуток времени. Дальше эффект летящей стрелы утрачивается. Ну, не мы придумали. Нам нужно подходить более серьёзно и не надеяться на то, что в случае смертельно опасного заболевания нам поможет какой-то пластырь на отдельной части тела. Да, там, может быть, будет легче, обезболит, но у нас болен организм и болен смертельно. Нам нужно избавиться от этой проблемы. Вот если мы найдём себе в первую очередь разум и поймём, что это необходимо делать, тогда, возможно, мы задумаемся о путях решения. Их не так уж много. Как бы мы ни хотели и что бы мы ни думали, нам нужно что-то противопоставить тому воздействию, которое на нас идёт. Другого варианта нет. Иначе мы никак не остановим то, что происходит в недрах нашей планеты и уже как следствие всё, что мы видим, всё то, что нас уничтожает и убивает. Всё очень просто. Здесь осталось найти разум. Возможно, это гораздо сложнее даже, чем найти решение, что противопоставить внешнему воздействию. Увидим. Всё от нас зависит. Так что будущее, друзья, в наших руках. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам, друзья. Мир вам и Любви Божией. Спасибо. 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 .